Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй и мы продолжаем, ребята, проходить космические картошки в космосе. Ну что же, так, мы сейчас в лаборатории. Давайте что-нибудь поставим. Осталось нам не так уж и много до конца игры, я предполагаю. Так, что-то я не понял. А, если я поменяю, то я потеряю ресурсы. Получается так. Да, в принципе, если подумать... Так, ну что ты не выделяешься? Они нам, в принципе... Или пускай она стоит здесь и крафтит. Два дня до конца. Нам это, в принципе, не актуально. Давайте что-нибудь тогда другое поставим. Давайте вот это вот. На 60% перемещение. Так, Шурик, Бурик, давай, делай. Так, мощное обогащение тоже влепим. Иди сюда. Так, ну что, кому тут можно что-то изучить? Старик, вроде бы у тебя все изучено. Да, так оно и есть. Ну, а у тебя... А у тебя осталось только одно. Вот ты и будешь его делать. Так, из оружия. Всякие суккуверы, которые нам не нужны. Дымоход. 842 атаки. Ну, давайте его сделаем. На всякий случай. Чтоб был. Ну, наверное, на этом, ребята, и все. Давайте выполнять задачу. Ого, вот это взрыв. Прямо как в кино. Ого, я такого никогда не видел. Потрясающе. Раз так, маскирующий щит вокруг штаба квартиры затмения должен отключиться. Молодцы, ребята. Кстати, Матока, как дела на вашем фланге? У нас тут небольшая проблема. Что такое? Штаб в квартиру охраняет группа кораблей. Никак не удается с ними разделаться. Их слишком много для нас. Соотношение явно не в нашу пользу. Вам не хватает огневой мощи? Мы можем вам помочь? Я с основным отрядом сдерживаю наступление мелких судов. Так что вы можете смело лететь к нам и открывать огонь. Хорошо, Матока. Чистого космоса. Похоже, их всерьез зажали. Мы тоже полетим, вернемся к Матока и попробуем помочь нашим. Вы двое не лезьте на рожон, ладно? Не забывайте, вы обещали прийти на нашу свадьбу. Не волнуйтесь, мы ее ни за какие коврижки не пропустим. А вы там не воркуйте, как пара голубков, а то забудете про врагов. Вас и подстрелят. Ха, а ты по-своему права, спасибо. Скоро увидимся. Вперед, Фэй. Ну что ж, вперед так вперед, ребята. За нами, как говорится, дело не заржавеет. Давайте мы сделаем с вами перелет. Куда бы нам рвануть-то? Где у нас задача? Ага, вижу. Ну что ж, давайте тогда на ближайшую планету. Это будет у нас космопорт. Полетим туда. Так, 19 дней у нас в запасе. Прибываем мы на звездодрон. Так, у нас пушка сделалась. А там все еще готовится. Ладно, давайте зайдем сюда. Тут нам делать нечего. Все у нас куплено. В орудии. Ну, я даже не знаю. Давайте, может быть, купим еще один добролуч. Десятого уровня. Я думаю, он нам очень сильно пригодится. Так, где он у нас? Ага, иди сюда. Ага, старичок у нас свободен. Он у нас этим и займется. Так, а что тут еще-то? Вроде бы как и все, по идее-то, да? Ну что же, давайте рванем на задачу нашу основную. Рванули. Такая интересная проблема. Краймал называется. Так, пушка у нас готова. Давайте ее установим. А вместо чего, интересно? Давайте вместо, наверное, вот этой... Как она, хобот? Узорчатый клинок. Я даже не знаю, ребят. Стоит ли вообще ее ставить? Есть только для пробы на пару боев. Видите, я не знаю, какой нас ожидает впереди босс. Два лазера, это, конечно, хорошо. Плюс трехударчатая пушка. Ладно. Пока, наверное... Так, вот они где. Охо-хо, плохи наши дела. Некоторые уже вступили в бой с кораблями плода. Похоже, нашим нелегко придется. Пора принять участие в общем веселье. Стой. Принимай передачу с другого корабля плода. Привет, Кейси. Привет, Фей. О, старые знакомые. Али, Нина, ты здесь? Да, меня отозвали обратно, чтобы помочь вернуть Джиджи и угадай, кто со мной. Бывший мутант. Неужели, Эд, ты нашла его? Значит, там Кейси и Фей. Спасибо, что помогли, Али. Теперь с тобой все в порядке? Когда мы тебя видели в последний раз, дела твои были, скажем, не очень. Али, отыскала способ помочь мне сдержать чудовище, так что пока со мной все нормально, но я не полностью восстановился. Не переживай, Эд. Вот, поведим и придумаем способ тебя подлечить. Надо начать вон с того здоровенного корабля. Это главный авианосец. Он выгружает бесконечный поток истребителей на нашу эскадру. Мы отвлечем остальных сопляков, пока вы занимаетесь авианосцем. Я пытаюсь помочь вам, чем смогу отсюда. Есть, мэм. Удачи вам обеим. Ну, вы молодцы, конечно, ребята. Босс. Ребята, нас сейчас будет приветствовать босс. Как-то так нежданно, негаданно. Все пилоты по местам приготовятся к запуску. Так, ну что ж, давай. Давай, давай, иди сюда ко мне, родной ты мой. Кстати, у него все оружие, смотрите, под защитой. Это не есть хорошо для нас. И что мы будем делать-то, я не могу понять. Стрелять в оружие, которое под защитой, или будем стрелять ему в корпус. Ну, давайте проверим. Так, ну корпус пробивается. Метка цели. Так что давайте, наверное, пробивать ему корпус. У нас другого выбора нету. Огонь. На-ка, выкатся, братан. Ох ты, как замечательно. У него 3000 осталось в ТП. Что он там пшикает своей фигней. Это все ерунда. Как-то, ну что у нас там? Буря. Буря у нас. Погодные условия. Ну, я думаю, это нам не помешает его разбить. Ну. А-а-а, 400. Что он упал? А потом вытел. Мы вытрем тобой пол, как тряпкой? Да не припухли ты, братишка. Вы слышали, что он сейчас заявил, а? Ну-ка, давай-ка. Госпожа удача. И разносим его орудие. Ничего себе. Он вытекает на него пол, как тряпкой. Мужчинок, напросился. Выщипанный ты, как тебе сказать, этот, лук. Выщипанный лук. Так, ребята, давайте еще разок, суку, снесем. Все. Я надеюсь, что мы его снесем. Да, все, нет у него сукубуса. Осталось два орудия. А куда что-то лысый хмырь сбежал? Я надеюсь, он нам встретится еще. Так, давайте вот так сделаем. На-ка, выкусил. Блин, одна пушка осталась у него всего. Одна. Ну, я думаю, это не проблема, ребята. Ребята, поэтому разносим. Да, и корпус тоже. Потому что... Так просто он, по-моему, не сдастся. Так, 536 у его корпуса. Ну, я думаю, что это, в принципе, нам не страшно. Потому что ему конец. Все, лети отсюда иди. Что там будешь делать? А, мы его взорвали. Ха. Ну, попробуй, картошенки. Вам не одолеть бесконечные войны затмения. Так, да у тебя же 420 хп на корпусе. Что ты там выделываешься? Не могу понять. Нет, ну, если ты, конечно, сейчас восстановишься с полным арсеналом, тогда да, я не спорю. А сейчас... Не понял я что-то. Я же, вроде бы, стрелял ему в корпус. Я не пойму, в чем проблема. Так, давайте ему шмальнем. Хотя, знаете, что надо сделать? Бочку. Я не знаю, что от него ожидать. Поэтому давайте сделаем бочку, а потом уже шмальнем. Давайте вот. Если... Если у него нет никакой защиты, он, в принципе, сейчас у нас подок. Так. Ну. Все, он готов. А почему в тот раз не прокатило? Я вообще не понял. Так, ребят, ну что? Победа над каким-то элементарным опять боссом. Мы получили 37 500. И этого достаточно нам. Летим далее. А куда мы летим? Мы никуда не летим. Мы делаем задание основное. Да, и такое впечатление, что мы его сделали. Ну что ж, давайте посмотрим. Так, у нас здесь все пучком. Лечить никого не надо. Давайте выполнять задачу. Так, держать, КСФА. Это говорит мне оленина. Вот это было зрелище. Нам повезло, что вы двое сражались вместе с нами. Так, то на новенького. С остальными мы и сами справимся. Вы отправляетесь дальше. Что? Но бой все еще идет. Мы без вас победим. Отправляйтесь за дедушкой. Сейчас ваша главная задача это он. Она права. Проход для нас пробили. Надо им воспользоваться и лететь вперед, пока не появились новые корабли затмения. Будьте осторожны. Там Хелл и его генералы. Мы прилетим за вами следом, как только закончим свои дела здесь. Непременно. Полетели, Фэй? Так, ну что же. В принципе, нам надо далее куда-то лететь. А куда, интересно? Давайте глянем. Не понял я, что-то немножко юмора. А куда лететь-то? Куда лететь? Наконец-то мы в самом сердце тьмы. А, вот. Радужная планета. Ну что ж, давайте сделаем перелет. Я уж думал, что за беда. Ну, в принципе, все нормально. Добро пожаловать на планету Трулоа. Так, что у нас ты можешь сделать? Ничего, ты у нас полностью изучена. Ну, а давайте глянем в лабораторию. Так, смотрите. Мощный двигатель. Давай сюда. Мощное обогащение. Так, ладно. Это мы поставили. А что еще можно? Все, что ли? А, внезапное нападение. Ну, давай. И красавчик мой. Лепи. Три дня тебе на это все. Теперь можно смело лететь. Давайте, ребята, посетим эту радужную планету, так сказать. Так, 15 дней у нас в запасе. И я думаю, что все у нас планета Матар. Так, в лаборатории закончилось какое-то исследование. Давайте выполнять задачу. Эй, разве мы не должны были оказаться в штабе затмения? Я думала, он будет на планете. Но ты утверждаешь, что эти планеты и есть штаб? Хм. Да, такой же огромный, как и их самомнение. Нам нужно отыскать орденские залы. Как? Откуда начинать поиски? Я что-нибудь придумаю. Погоди-ка. Кэсси, приближаются корабли. Свистать всех наверх. Орудия к бою. Стой, стой, стой. Что случилось, Фэй? Я никогда не забуду эту морковную русалку. Это корабль красной бороды. Что? Его-то как сюда занесло? Эй, на борту. Привет, девицы. Давно не виделись. Действительно. Привет, Кэсси. Привет, Фэй. Вот мы и встретились. И бульба тут. Как вы оба здесь оказались? Наш приказ простой. Проследись, чтоб вы попали к командиру. То есть, простите, к мастеру Джираджи. Разумеется, я прилетела, чтобы помочь плоду. Моя семья давно состоит в союзе с плодом. Поэтому, когда был объявлен общий призыв, отец отправил меня на помощь друзьям. Он и сам хотел отправиться, но я отправил его в постель. Отдых ему куда нужнее. Вы смотрите, как ребята поворачиваются у нас поворот в игре. Мотока рассказала нам всю историю вашего дедушки. Жуть. И знаете что, выяснилось, что в молси мой отец состоял в экипаже вашего дедушки. Сейчас я уже ничему не удивляюсь. Кажется, нет никого, кто бы не знал бы дедулю. Но красная борода как сюда затесался. Я как с вами девицу постречался, так мы с командой пиратства и забросили. Решили мастеру Джираджу искать. Но мы никак не могли найти плод, поэтому мы наделали много шума, чтобы они сами нас нашли. Кто молодцы? Мы молодцы. Великолепно просто. И вправду молодцы. Что ж, нам пора лететь дальше. Мы поможем вам найти орденские залы. Начнем с осмотра ближайших планет. Джижи ждет вас обеих. Ну это естественно он ждет нас обеих. Куда же он денется? Так, а я так понял, что это называется штаб-квартира. Так, и куда же мы полетим, ребята? У-у-у, по ходу дела нам опять придется искать ту самую планету. Здорово просто. Ну что ж, давайте рванем, наверное, с самых ближайших от нас. Давайте, я не знаю даже. Да, ну давайте вот на эту какую-то. Давайте рванем на нее, а там уже посмотрим. Нам нужны орденские залы. У нас 14 дней про все, про то, про все, чтобы отыскать. Джарени эта планета называется. И мы приступаем к неминуемому ее изучению. Нам нужно найти, сами знаете кого. И мы встречаем нашу любимую морковку по бета-каротину. В общем-то, все дела, каратиста. Ну-ка, давайте посмотрим. Причем здесь, правда, бета-каротин. Я понимаю, там, как сказать. Какое-нибудь бета-оружие у него было альфа, бета-гамма. Ну, все, не важно. А с каротином мы справимся. Тем более он промахивается. И мы делаем ему ответный выстрел. Выпусти. Морковный песок. Будущий. Так, все, пухи нету. Так, суккубус там что-то попукивает втихаря. Ну, это все бесполезно. Вы знаете прекрасно, что у меня корабль имба. Поэтому изучать мне больше нечего. Я так понимаю, финал не за горами. И... Я чувствую себя полным. Кстати, да. Вот пушку мою он может снести. Надо ее прикрыть. На-ка, выкуси, сынуля. Морковлет. Да не тут-то было, сына. Ты недооцениваешь меня. Если ты недооцениваешь своего врага, то извини, бродиши. Быть тебе казнен. Эй, вообще, уроны не нанесли. Елки-палки, ребят. Ну что? Так, у нас события один. Это же в каждую планету нам сейчас придет нашу шарик. Да, придется нам не кисло с вами поработать. Елки-дрил, батон. Ну, я надеюсь, что это у нас уже, как сказать, финальная планета. Мы не знаем пощады. Это говорит мне тостер с ушами или с шапкой Микки Мауса. Так, делаем бочку. Давайте, наверное... Я не знаю, вот эту вот ракетницу попробуем снести. Сейчас шандарахнет, да? Ну да. Я не знаю, почему изначально, ребята, мне ракетницы не подтерли. Мне больше нравятся какие-то вот лазеры. Пушки, которые наносят максимальный урон, как сказать, например, я стреляю в орудие в одну, да? А они наносят урон сразу нескольким его орудием. Как-то так, вот мне больше понравилось. Не знаю, у каждого, конечно, может быть своя стратегия. Вы же видели, что оружие там просто на любой вкус, с любыми статами, с антистатами, с танами, там, я не знаю, там... В общем, все-все-все, что хочешь. Любой корабль можно себе смастерить. Но я почему-то именно выбрал такой феникс, который у меня лечит корабль. И не только корабля, и оружие. Потом я взял два лазера, которые наносят именно двойной урон. А тем более подкрытым, вы сами понимаете, что это имба просто смерть. И вот взял вот этот вот грибоподобное оружие, которое делает три удара по разным, по разным точкам он может попасть. Вот, я считаю, что это как бы оптимально. Есть, конечно, у меня там оружие лежит и С-категории, которое там, ну, оно считается якобы элитным. Ну, я, честно говоря, критический момент. Кресси прямо так понятно. Давайте куда-нибудь свернем. Так, 345. Вот. Ну, я вам скажу, ребят, одно. Если вы хотите на ранних, на ранних этапах выигрывать, изучайте вот этот вот заряд. Как называется-то? Заряд. В общем, заряд для орудия. Чтобы ваше оружие как можно чаще стреляло. Я как только его изучил, у меня дела пошли сразу в гору. Так, делаем перелет. Ну, и, конечно же, ребят, не забывайте про деньги, не забывайте про крафт оружия, потому что это тоже уной. Это очень важно. Ну, я вам сказал, что для начала купите себе батареи. Для заряда. Это вам будет большой плюс. Ух ты! Души, души, отдайте ваши души. Так, ну что же. Такой красивый у него корабль. Так смотрится великолепно. Давайте его накажем по всей строгости. Так, в горахометах здесь ничего делать. Ты смотри, что делать-то. Выжил. Промахнулся. Ну, все, ну. Тебе край. Ты уж извини. Вот. Во вторую очередь, ребята, вам надо укрепить корпус своего корабля. По возможности, если будут какие-то лишние деньги там, когда, хотя на начальных уровнях я сомневаюсь, что у вас будут лишние деньги, но сделайте себе мостик. Мостик дает что? Он дает у нас, во-первых, он увеличивает жизнь вашему орудию. Повышает ее, так скажем. Во-вторых, вы можете ставить на корабль дополнительное оружие. Вначале, сколько там давалось? Два или одно, даже не поможет. Вот. Сейчас у меня максимум четыре. Ну, это я так понимаю, вообще в самый максимум умею. Потом уже... Щит. Наверное, щит надо будет ставить все-таки на третье место из всего этого списка. В общем, получается у нас заряд, оружие и щит. Потом уже можно укрепить, в принципе, броню корабля. Да, где-то вот так вот приблизительно получается. И тогда, я думаю, ребята, успех вас ждет в этой игре. Ну, если вы, конечно, захочете ее проходить. Если нет, то вот смотрите, как это делаю я. Ну, я считаю, что возможностей здесь в игре еще очень много, сколько я просто не сделал. Я очень много не сделал определенных каких-то заданий. Потому что я просто элементарно у них даже не разобрался. Так, вот эта каротина встречает... Там вот с кольцами, с перьями, с вертушками и какие-то вот это... Это же все, в принципе, нужно. Те же самые герои, которых я нанимал. Во втором или в третьем выпуске я взял, это помните, принцессу, которая искала там своего Кена. И мне пришлось от нее отказаться только из-за того, что у меня был переполнен экипаж. Не было для нее места. А, по идее, если бы я ее взял и у меня было места, это было бы какое-то задание. Потому что вот здесь я встречаю Гауду, дракона. И, если честно, я их в игре не помню. Откуда они у меня здесь появились? Ума не приложу. Я же вроде не спасал. Да, я не спорю. Я Оленину спас, если бы я ей помог. Да, и вы видели, что она пришла с другом, с этим бывшим мутантом. Но якобы мне на помощь. Ну, откуда взялась Гауду с драконом? До сих пор не могу рубиться. Видимо, так должно быть по сюжету. Но ведь этого задания я не делал. И вот таких вот заданий, которых мы можем пропустить элементарно, здесь полным-полно, если начать игру, играть в самом начале. Но я вам скажу следующее, что за многим здесь просто не успеешь. Так, ну что ты? Задался, нет? Так, 9-10 он нам отдает, улетает во свое яси. И мы продвигаемся далее. Что здесь, чтобы выполнить именно все задания, нет. Это нереально, ребята, потому что игра как бы немножко подстраивается, что ли, под вас. И если вы делаете что-то правильное и неправильное, оно, соответственно, делает шаг вперед или шаг назад. Потому что вы играете своей игрой, и игра как бы вам дает свои плюсы или свои минусы. В начале игры, вы сами видели, я был в полной, извините меня, заднице. Потом у меня все пошло вроде бы как бы в гору. И я выбрался, как бы накопил денег, все это сделал. Да, я потратил на это очень много времени. Вы видели сами. Три или четыре вкуста я просто занимался фармом. Ну и в результате сами смотрите, что происходит. Я разбираю любой корабль, в принципе, без каких-либо проблем. Вообще без проблем. Так что, ребята, и играйте, и играйте, и еще раз играйте. Находите новые тактики, находите новые возможности. Все пролится в ваших руках. Ну, а мы продолжаем добивать эту морковку. Ну, последний залп, я надеюсь. И она идет отдыхать у нас. Так, а, отлично. Что нам дает? Он нам дает 8800 и улетает. Интересно, сколько здесь событий на этой планете, а? Так, видите ли, еще четвертый у нас ждет впереди. Так, требуется помощь. Ну, это яйцо-попрошайка. Вот, возьми ресурс антиматерии. Ой, ребята, вы посмотрите, как мы шоколадно живем на ресурсах. Так, смотрите-ка, пятое событие. Значит, шесть будет, скорее всего. Ой, коты. Давайте мы это пролистаем. И получаем добролучь десятого уровня. Вот это хорошее орудие. Берегись жнеца. Да, ребята, мне это сразу напоминает. Помните? А, вы не смотрели на Берсирию? Ну, у меня выпуск там есть. Там есть такой пират. Его звать жнец. Коварный чувак. Но имба, имба. Он дерется. Ух, как он говорил. Я не везучий. Поэтому я никогда не пользуюсь оружием. Я использую только свои кулаки. Потому что он может повредить себя даже элементарным оружием. У него невезение минус 100%. Я бы даже сказал, минус 110%. Поэтому он полагается на свои кулаки. Здесь, в принципе, то же самое. Эй, чупушило. Хей. Давайте его добиваем. Что там делать себе? Какой-то ложоненький отхил. Который просто его не спасет. Ребят. Он его не спасет. Смотрите. Бам. Уничтожен. Так. Мне так не терпится увидеть. Здесь последнего босса. А я так понимаю, здесь будет последний босс Хэл. И узнать, что же все-таки с нашим якобы дедушкой здесь произошло. Неужели его там держат в плену? И он ничего сделать не может? Помните, в начале, когда начинается игра, вы штурмуете корабль Хэлла. Именно вот этим дедушкой Джираджи. И причем он вроде бы как побеждает. Я уже просто, честно говоря, не помню, что там происходит. Вроде как бы мы побеждаем корабль. И все-таки что-то с нами происходит. Так. Изучение завершено. Мы заработали с вами... Ух ты! 73 тысячи, ребята! Это очень хорошие деньги. Очень хорошие. Так. 11 дней у нас остается. Мы с вами что делаем? Давайте, наверное, полетели. Куда нам... Куда нам лететь-то? Я уже забыл. А где эта планета? А, елки-палки. Нам же нужно искать эту планету. Слушай, ребята, это плохо. С одной стороны, 11 дней. И, по-моему, планет намного больше, чем 11. Ну-ка, давайте глянем. Так. Это планета. Да. И луной ей называется она. Так. Что у нас? Опа! Не шиша, ребятушки. Все. Выполняем задачу. Орденские залы. Это здесь, на этой планете. Кэсси, Фэй, вы молодцы. Мы, наконец-то, нашли их. Мы отправимся на помощь Мотока. Ей там нелегко. И наша помощь определенно пригодится. А вы верните своего дедушку. Мы всей душой с вами. Так. И... Отлично. Мы на месте. Куда нам теперь? Нам нужно попасть в тюремную зону. Джиджи должен быть там. Держись, Джиджи. Мы идем. Тсс, потише. Ты не хочешь, чтобы к нам вся стража сбежалась? Упс, прости. Не волнуйтесь. Вас было слышно еще за сотню миль отсюда. Ааа, ну тогда ладно. Стоп. Денеп, Роза. Альтаир, Мрак. Как вовремя мы вас встретили? Звездный премьер Хелл предупредил, что вы объявитесь, как только мы узнаем о поражении Веги. Мы просто подумали, что вам понадобится экскорт, чтобы проводить вас к вашему дедушке. Ни за какие петрушки не поверю. Ох, просто заткнись и слушай. Вы обе будете уважаемыми гостями затмения, если согласитесь сотрудничать с нами. Уважаемыми гостями, вот как вы называете заложников? Хе-хе. Я так и думал. Альтаир, я же говорил, что это просто бесполезная трата времени стража. Покажите им их новые каюты. Что, что происходит? Всем руки вверх. Сдавайтесь или вам не поздоровится. Тьфу, опять эти идиоты. Браун, хэш. Как вам удалось? Мы думали, что вы мертвы. Спасательные капсулы. Никогда не выходи из дома без них. Как? Почему? Вы что, тоже с плодом? Когда нас поджарили генералы, мы осознали, что для них мы теперь мертвы. Мы ведь служили в затмении почти всю нашу жизнь. И мы решили, что с нас хватит. Пора заняться тем, чем нам хочется. Ребята из плода подобрали нашу спасательную капсулу. И мы решили помочь им разобраться с затмением в обмен на информацию. Предатели, очень жаль, что вы тогда не сдохли. Ну, зато теперь у меня есть подопытные кролики. Кроликов нужно сначала поймать. За дело, леди. Вы разберитесь с одним, а мы с другим. Без проблем, мы разберемся. Интересно, с кем мы будем разобраться, а? Может быть, мрака выбрать опять, а? Давайте розу. Ха-ха, думаете, вы со мной справитесь? С удовольствием посмотрю на это. А ну-ка, покажите, что можете. Ну что же, ребята, я на этом буду заканчивать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. И мы увидимся с вами в следующей серии. Всем пока и до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok